Археологический раскоп на основании георадарных данных. Наверное, первый, второй на моей памяти, когда археологи копают перед георадарных данных. Результаты. Здесь не пустое место, сразу с поверхности. В 10 сантиметров поверхности сразу пошли каменные кладки, стены. Разрез 2000 лет. Сейчас уже где-то глубина 2,5 метра. Мы здесь, в германской крепости, наснимали около 6500 квадратных метров. Работа археологов кипит. Взяли наиболее удачное место, где все поближе к поверхности. Все поближе к поверхности, но и археологи уже углубились достаточно в горло. Уже здесь все поближе к кайфууо. Наша куртина. Вот она. Показывали или нет? Мы не смотрели, да? Тут в углу, вон внизу, видите, мощные блоки в углу и там траншея. Да, 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 я вижу. Это серьезная конструкция оборонного характера. Значит, она идет по линии внешнего торца стены, внешнего поклада стены средневековой, с некоторым отклонением в эту сторону. Вот, собственно, где-то здесь они расходятся. И эта самая оборонительная стена находится на одном уровне, с двумя кладками гримскими, с основанием этих кладок. Распугарина расходится. Периодически она движется либо... Мы ее не видим, на самом деле, под землей, скажем так. Либо она как-то уходит под нее, не разобрана. Вот примерно на этом районе. Главное, что направление движения преподикулярно направление движения улицы. И они здесь должны где-то пересекаться. Поэтому, если улицы выходят к тени, то в зоне пересечения можно рассчитывать на ворот. Ну, что ж это улицы вот отсюда уже? Да что, отсюда и прирезать. В воротах. Я предполагаю, что здесь они могут быть. Я не могу это рассчитать. Это непредсказуемая штука. Она может заканчиваться тупиком. Ворота в античном мире могли быть сформированы как композиция средневековая, вот подобная воротная башня. А могла быть просто в виде отвеленной калитки, которая никак не считается в разрезе горизонтально. Ну, большие просто. Большой створ, но не более. Без всяких выделений, выделенных каких-то композиций, без пилонов и так далее. Ну, возможно, всякое. То есть, вдруг здесь сейчас лезет. У нас какие варианты? Вариант номер один. Эта улица пересекает стену средневековая. Это нам будет понятно, когда мы привеску сделаем. И тут она где-то выскакивает с ней, наверное, с ней. И тогда сейчас, скорее всего, нет. Давай. Ну, тогда я думаю, что вот так мы сделаем. Так и подломим. Потому что, по идее, здесь должна быть, допустим, предположим, что здесь была квадратная воротная конструкция. Выпиравшая, например, для того, чтобы как-то защищать. Поэтому, если вы вот так вот пройдете, то, в принципе, вы поймаете. Может быть стоит сетку нарезать для надежности? Да, да, да. Нет. Здесь мы сделаем сетку через метр. В принципе, вам хватает здесь. Да, здесь данных. Расстояние. Главное прикинуть, чтобы оно согласовывалось с этим, что можно было привязаться. Ну, тут как прикидывать. Здесь уже видно. В принципе, угол есть. Угол есть. От угла начать и пройти там в общей сложности метров двадцать. До середины, допустим, стены. Не более. А может и более. А ты рулетку взял, Иван? Не, я так... Как? Видишь, вон камни лежат под стеной. Так, да. Вот там мы остановимся где-то. Як-то порвали. УАН